С поправкой на тяжелую эпидситуацию по коронавирусу в апреле Управление судебных приставов заявило о том, что предполагает работать только по производствам, которые требуют безотлагательного реагирования. Но в противовес этому ограничительному месседжу 29 апреля приставы опечатали туалет на улице Челюскинцев в центре Новосибирска. 7 апреля распоряжением Федеральной службы судебных приставов аппарат территориальных органов по всей стране был сокращен до 30%. Так приставы, как и многие другие госструктуры, выполняли меры по профилактике COVID-19. 22 апреля в Новосибирске было ограничено посещение парков, но 29-го на Рымский сквер стал местом для осуществления исполнительных действий. Был опечатан общественный туалет. Формально судебный пристав Светлана Киреева исполняла решение суда. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Чтобы разобраться в них, надо адресоваться в июнь 2011-го, когда было заключено соглашение между мэрией Новосибирска, МОП спецавтохозяйства и ООО «Елена Лидер». По его условиям, за право получить в аренду землю для строительства кафе в качестве компенсации за снос общественного туалета площадью 126 квадратных метров, «Елена Лидер» должно было предоставить в муниципальную собственность помещение такого же размера, оборудованное под общественные уборные. В 2012 году нашей компании был заключен договор аренды земельного участка. В 2012 году мэрии города Новосибирска был изменен вид использования разрешенного земельного участка. Компания не могла использовать земельный участок по назначению и в течение многих лет пыталась урегулировать этот вопрос с мэрией. Но когда проблему смены вида разрешенного использования земли все-таки удалось решить и было получено разрешение на строительство, изменилась экономическая ситуация и компании потребовался инвестор. Когда подошел срок исполнения соглашения, это было 3 июля 2018 года, мы уведомили мэрию о том, что мы не можем исполнить соглашение ввиду финансового затруднения компании. Для реализации проекта требовались денежные средства. Условия договора аренды заключенного нами с мэрией позволяли отчуждение незавершенного строительства, было принято решение долю продать. В договоре аренды земельного участка от 11 декабря 2018 заключенного с мэрией фигурировала уже не только ООО Елена Лидер, но и Ольга Кутафина, тот самый инвестор, которому было продано 9,20 доли в объекте незавершенного строительства. В сентябре этого же 2018 года в арбитражный суд поступил иск мэрии с требованием исполнить обязательства по соглашению 2011-го и передать в муниципальную собственность общественный туалет. В этом иске Ольга Кутафина фигурировала третьим лицом. Решение по этому спору в пользу мэрии арбитражным судом было выясено 10 сентября 2019-го. Позже оно устояло в апелляционной инстанции. Елену Лидер обязали передать в муниципальную собственность туалет. Правда, в судебном вердикте не нашлось места для Ольги Кутафиной, собственника доли в объекте на Челюскинцев-23. При этом ее право собственности могло быть оспорено только в судебном порядке. Решение это не имущественного характера, и мы считаем, что за таким решением последовать должно разъяснение, как это исполнять. И определены права нашего дольщика в том числе. Мы написали заявление, в котором мы уведомили их о том, что у нас есть дольщик. Судебное заседание о разъяснении порядка реализации исполнительного производства из-за пандемии коронавируса переносилось и пока назначено на 13 мая. Кассационная инстанция в Тюмени в мае должна рассмотреть и жалобу ООО Елена Лидер по базовому спору о передаче туалета в муниципальную собственность. Тем не менее, 29 апреля судебные приставы опечатали его. При этом интересы собственника Кутафиной никто не учитывал. Гражданка Кутафина не была уведомлена о том, что намерена судебный пристав осуществлять исполнительные действия в отношении данных помещений. В отношении Кутафиной не было никаких судебных споров о том, что данные помещения она обязана передать в пользу третьих лиц. Судебный пристав-исполнитель Светлана Гюреева руководствовалась тем, что формально Ольга Кутафина не является стороной исполнительного производства. Кутафина обращалась в службу судебных приставов с заявлением о приостановлении в совершении исполнительного производства. Однако, никаких внятных причин, почему эти помещения должны быть в безотлагательном порядке вскрыты и переданы третьему лицу, от судебных приставов не поступало. 29 апреля в следственный отдел по жилинзадорожному району поступило заявление от Ольги Кутафиной. По ее мнению, в действиях судебного пристава есть признаки преступления, предусмотренные двумя статьями Уголовного кодекса. Какую оценку этому дадут в Следственном комитете, покажет время. Но в самой битве за туалет есть еще одна любопытная деталь. Когда в 2011-м было подписано соглашение между мэрией и Еленой Лидер, общественные уборные уже были разрушены. Это зафиксировано в решении суда 2010 года, когда мэрия судилась с бывшим арендатором земельного участка. Еще в 2005 году ООО «Новострой» почти полностью снесло уборные, оставив от них один фундамент. В 2009 году это нашло отражение и в кадастровом паспорте здания. Когда компании фактически передают уже разрушенные общественные уборные, 30% от фундамента, взамен просят полноценное помещение, оборудованное под общественные уборные. Это, конечно, противоречит интересам компании. Мы обратились к мэру за разъяснением этой ситуации. Мы не отказываемся, что компенсационная мера вознаграждения, предусмотренное соглашением, нами будет выполнена. По заявлению директора ООО «Елена Лидер» Ирины Прониной, в ближайшие два месяца компания готова выплатить компенсацию мэрии Новосибирска. Собственник доли Ольга Кутафина заявила о готовности открыть общественный туалет. Станет ли это зоной компромисса, которая устроит все стороны конфликта, пока не ясно. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.